всем привет сегодня у меня для вас по-настоящему особенное видео я предлагаю вам вместе со мной окунуться в эту праздничную нарядную яркую атмосферу с пайетками с блестками и также я приготовила для вас несколько уютных кадров из кракова для того чтобы у нас было такое настоящее праздничное настроение я хотела бы показать вам несколько образов которые я предлагаю вам надеть на этот новый год и также макияж который всегда получается ну что давайте сегодня собираться вместе новый год это всегда отличный повод чтобы накраситься чуточку ярче я предлагаю начать макияж с глаз беру базу под тени от макс не они не скатаются и не потускнеют наношу на верхнее и нижнее веко похлопывающими движениями из палетки everline burn я беру сатиновые бежевые тени и наношу на все века и под глаза для того чтобы закрепить базу чтобы выровнять немножко оттенок кожи и также благодаря именно такой текстуре теней все последующие оттенки будут более плавно растушевываться из палетки angel dream я беру переходной серо-коричневый оттенок и начинаю оформлять складку века я выбрала тени от everline потому что они есть у многих из вас если нет то каждая сможет себе их позволить для повседневных или для таких вот более ярких макияжей если захотите они отлично подойдут из той же палитры набираю холодный лиловый оттенок еще больше прорабатывал складку века как бы углубляю оттенок наслаиваю его и чуть-чуть захожу на подвижное веко из палетки everline sunrise я беру самый темный шоколадный оттенок и вот такими впечатывающими движениями наношу в уголок глаза при этом сразу задаю такую более вытянутую форму макияжа глаз теперь перехожу к чистой кисточке и растушевывают только границу цвета для того чтобы сохранить его насыщенность но при этом чтобы получилась такая красивая плавная дымка наслаиваю оттенок еще раз и повторяю то же самое решила добавить чуть-чуть такого ягодного оттенка для того чтобы весь макияж глаз смотрелся не таким плоским это также очень красиво оттеняет радужку глаза сатиновые баклажаново-коричневые тени наношу на центр века они будут моей подложкой под глиттер и в уголок глаза я беру шиммерный золотисто медный цвет захожу немного на подвижное веко и все той же кисточкой аккуратно все подтушевываю смешиваю самые светлые первые оттенки серо-коричневый или ловый хорошо прокрашиваю нижнее веко и соединяю рисунок при помощи сияющего орехового цвета из палетки burn я затемняю нижнее веко и почти готова теперь согласитесь что с ресницами все выглядит гораздо лучше еще как сделаю брови будет замечательно но вишенкой на торте сегодня будут блестки они у меня от бренда пикси здесь намешано сразу несколько оттенков очень эффектные золотой серебристый и розовый или же вы можете взять ваш любимый пигмент и нанести его влажным способом или на липкую базу от бренда никс когда блестки подсохнут я граммулечку подтушевываю границу заканчиваем с макияжем глаз подводим линию роста ресниц при помощи насыщенной стойкой черной подводки с матовым финишем у меня это эволайн она очень удобная недавно вам о ней рассказывала этот шаг сделает ваши глаза более выразительными ну наконец-то переходим к лицу я беру мои любимые тональные крем на выход это тоже эволайн наношу его сначала на кожу и потом распределяю при помощи бьюти блендера он и естественно смотрится при этом все хорошо перекрывает и замечательно держится любимейший консилер от хелены рубинштайн прекрасно все перекрывает сначала наношу его при помощи пальчика и дальше как бы втаптываю спонжем для макияжа он и не сушит и не скатывается и очень хорошо держится причем я вот так убираю излишки его на коже выравниваю границы макияжа а дальше прямо на спонж набираю пудру от туфейс и такими же движениями фиксирую консилер под глазами оставляю пудру на 30 секунд не дольше и убираю остатки кисточкой еще немного блеска невозможно остановиться гулять так гулять красимся на новый год как последний раз в жизни оформляем брови у меня это тени для бровей от марки шууэмура таких правильных серо-коричневых оттенков если вы ищете какую-то замену то присмотритесь к палетке от марки катрис фиксируем брови у меня это самый стойкий прозрачный гель для бровей от марки lancome не изменяю ему настоящее волшебство макияжа творят метеориты от герлен в любимом третьем оттенке и скажу вам по секрету что в конце будет самый классный розыгрыш поэтому обязательно останьтесь со мной немножко контурирую лицо при помощи матового холодного оттенка из палетки lamelle здесь пудры мягчайшие у них шикарная пигментация они не пятнят и максимально естественно выглядят на коже а для того чтобы лицо было таким влащеным сияющим и немного загорелым я использую очень классный бронзер от марки эволайн здоровые даже немножко морозный румянец придаст средства от хан это довольно сияющие румяна но у них очень легкая текстура и с оттенком очень сложно переборщить как видите я наношу небольшое количество и на нос и даже на подбородок для полной гармонии подвожу губы в последнее время самым часто используемым карандашом в оттенке florence это бренд шик это и не рыжий цвет но не слишком лиловый для меня это идеальный баланс именно нюдового цвета он помогает и скорректировать форму губ и как ни странно очень удачно смотрятся с любой нюдовой помадой которую я наношу поверх него еще один фаворит года это помада от марки lancome пятьсот десятом оттенке бархатистый красивейший нюд один из самых роскошных хайлайтеров стоит копейки это белор дизайн и о господи это такая красота ну и последний штрих это нанесение фиксирующего спрея у меня мак мне нравится как он соединяет все слои макияжа и все смотрится легче и ощущается более комфортно на этом мой макияж готов я надеюсь что вам понравилось на самом деле он очень простой в исполнении и что самое главное универсальный ну а теперь давайте перейдем к нарядам достаньте из своего гардероба все самое яркое возможно какую-то бижутерию которую вы редко носите нарядную обувь необычные аксессуары и давайте подбирать образы первый наряд это праздничная классика черный низ белый верх но вместо рубашки я выбрала жакет я дополнила его босоножками со стразами но вы можете выбрать например серебристые лодочки также на мне блестящий яркий топ из традивариуса но мне нравится в сочетании именно с жакетом так скромнее еще блестящие праздничные сережки и первый образ готов следующий наряд мне особенно нравится потому что он скромный женственный лаконичный при этом праздничный и уютный я специально показываю вам платье без верха я недавно его купила в страдивариусе но если вы планируете праздновать новый год за городом если вам нужно куда-то доехать если вы собираетесь выходить на улицу или вы встречаете новый год под открытым небом это вариант для вас я предлагаю надеть любые светлые ботильоны или так как у меня сапоги поверх надеть свитер и дополнить все беретом и какими-то аксессуарами с жемчугом можно отказаться от берет и сережек в пользу заколок следующий наряд однозначно был вдохновлен одной из поездок во францию где на мне также было очень необычное пышное платье и это у меня из последней коллекции зары она яркая не повседневные его хочется рассматривать конечно же можно выбрать что-то более скромное что-то более классическое но когда как не на новый год можно себе позволить нарядиться во что-то но даже немножко непривычное для вас можно также дополнить образ каким-то обручем которые сейчас супер актуальны а на этом мой наряд готов если бы я шла на вечеринку в стиле диско стиле ретро на какой-то маскарад я однозначно надела бы брюки из пайеток я никогда не примеряла ничего подобного и от них улыбка не сходила с моего лица очень интересное я сочетаю их черным боди и классическим жакетом я бы конечно предпочла брюки прямого кроя и я бы также надела их со спортивной обувью супер смотрелось бы с белыми кедами если же вы любите блистать и в прямом и в переносном смысле этого слова если вы планируете покорять танцпол и вы ищете платье которое будет танцевать вместе с вами я на полном серьезе то мне кажется что такое платье из подвижных пайеток должно вам понравиться я покупала его довольно давно в заре но сейчас есть очень похожая модель только в более темном цвете мне нравится как это платье выглядит в движении и не исключено что на этот новый год я надену именно его я пока что не уверена обязательно напишите какой из образа вам понравился больше всего и вы бы осмелились надеть его на какое-то торжество или праздник мне будет интересно почитать конечно это видео не может обойтись без сказочного конкурса от нас с make up ей обязательно заглядывайте к ним за подарками условия участия я оставлю инфобоксе вас будут ждать метеориты чудесная палетка от марки поэза все призы я выбирала для вас с огромной любовью один из моих любимых ароматов именно на холодное время от бренда lancome масло для восстановления губ я уверена что вам понравится я очень надеюсь что это видео подарила вам хорошее настроение также вдохновение что вы прочувствовали какие-то моменты благодаря тем кадрам которые я выбрала для вас и музыки которую я долго подбирала и действительно очень старалась спасибо огромное за то что вы сегодня были со мной увидимся с вами в праздничных влогах мы не прощаемся я говорю до свидания пока пока